МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Узнагарода за працу. Головный редактор Гомельской правды Сергей Беспалы отримал гоноровое звание «Заслужены девчь культуры Республики Беларусь». У перший класс с подарунками. Украине протягивается акция профсоюзу детям. Не допустить бяды МНС, проверяя стан першного отцеплення у приватным секторам. А пошние дни лета. У другой полови тыдня в регионе станет теплей. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Головный редактор областной газеты Гомельская правда Сергей Беспалы отримал гоноровое звание «Заслужены девчь культуры Республики Беларусь». Отповедный указ подписал президент краины. Областная газета «Гомельская правда» – один место працы Сергея Беспалага. Сюды он пришел 31 год тому, после закончения Беларусского державного университета. У лютым 2001 года узначали у коллектива выданья. За этот час «Гомельская правда» стала самой массовой областной газетой краины. Сюня она выходит строячи на тыдень тиражом, прикладно, у 55 тысяч экземпляров. А проча таго у составе редакции «Выдовецкий дом» и «Уласное радио». У планах открыть все студии «Телебачення». Что тычутся непосредственно газеты, то, на думку Сергея Беспалага, зараз ее сторонки повинны больше наполняться аналитичными материалами. У газеты есть своя ниша. Та оперативность, которая есть сегодня в интернете, в газете можно уже показать развернутый материал с какой-то аналитикой, с мыслями, с выводами. То, что тоже достаточно интересно. Это, конечно, очень важно, чтобы понимали журналисты и приходили те журналисты, которые могут проанализировать, а не просто написать несколько слов, что, где, когда. Так само указом президента, прокурору Калинковицкого района Сергею Ярмоленко присвоено гоноровое звание заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь. 7 млн 250 тыс. тонн вага беларуского каравая на сёння. Уклад нашего региона складает 988 тыс. тонн. Уборка практически завершена. Протягивается поставка сбожа, улег держзаказу. Подадзенных на сёння, на элеваторы и у хлебоприёмные пункты отправлено свыше 98 тыс. тонн нового хлеба. Это 96% до плана. Самый важкий уклад у выполнения держзаказа в регионе сёлята унёс Добружский район, господарки якого отгрузили больше, как 14 тыс. тонн сбожа. Уперший класс с подарунками и добрым настроем. Акция «Правсоюзы детям» проходит по всей краине. Як веншують будущих школьников, доведалися наши корреспонденты. Маша Кашина с братами и сёстрами с мести его новенького портфеля готовы обмерковывать без конца. И она уже омаль першоклассница. И трохи хвалюются перед отказным днём. А мать и тата больше думают про то, как собрать детей в школу. Старейшие датчцы 21 год. Самому маленькому годик. С пятерых детей трое школьников. И бездержавные подтримки признаются, зарабить это непросто. Такой праздник устраивают уже который год постоянно. От мужа организации, что детки ездят на такой праздник. Собирают портфель полностью собранный. Причём, что исключительно всё для первоклассника. Ещё вот денежку дают. Для меня это большая поддержка. Очень большая. И мы сейчас практически уже собраны. Нам только вот, что единственное, осталось ботиночки. Звонок на перемену, значит, пора отдыхать и танцевать. Зарадка от Миньона и загадки от Бабы Яги. Кожный год правкам Мясового коммунального предприемства проводят свято «День добрый школа». Это и забавляльная программа, и солодкий стол. Портфели с усим необходимым для учебы и дипломы першоклассника. У этого раз и род детей работников предприемства, а маль 40 малых отримали подарунки. Ура! Наши белоклассники! В коллективном договоре предусмотрен ряд выплат семьям, воспитывающим детей. В частности, это касается неполных семей, многодетных семей, семей, которые взяли под опеку детей. Эти выплаты к 1 сентября оказывает и профсоюзный комитет, и наниматель от двух до трёх базовых величин. Доброшинная акция «Профсоюзы детям» проходит в эти дни по всей Украине. Подтримку отримливают социальные притулки, школы-интернаты, детские домы семейного типа. Только в минулом году на ГТМЭТы было накировано больше, как 2,5 миллиона рублей. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» предпомога Агентства теленавинов. Светлогорский район. Представники наглядальных комиссий начали проверку стан пяшного оттепления в домах приватного сектора. В «Гомеле» первыми наведали состарелых людей, у которых нема близких, и есть потреба в допомоге по профилактике сгораниям. В зимовом периоде в регионе отзначалось повеличение количества выпадков гибели пенсионеров по причине несправности пяшного оттепления, порушение правил о выходе за огнем и активного выкористяния обагровальников. У летку супрацовники МНС разом с простовниками служб профилактики взяли ситуацию под свой контроль задолго до наступления тепляльного сезона. Наведывают одиноких состарелых людей и оказывают им допомогу по проведению лазни и грубок у належный стан. Проводят размовы и усталевывают пожарные оповещальники. При посещении домовладений с печным отоплением проводим инструктивно-разъяснительную работу с гражданами. Напоминаем им еще раз о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, о запрете топить печи с открытыми дверцами. Особое внимание уделяется устройству печей. На передании своего профессийного свято дня автомобилиста и дорожника Гомеле Аутотранс распочиная акцию «Добрый билет». С кожного квитка, набытого на международные маршруты, 5% будет накироваться на будовництво Гомельской областной детячей больницы. Таким чином, каждый покупник становится удельником доброченной акции, якая распочнется 1-го вирусня. До речи на кошт квитков это не поуплывая. Цены застанутся ранейшими. На Гомельщине уже принято, существует хорошая традиция, такие наиболее значимые спортивные, культурные объекты строить всем миром. И мы надеемся, что наш вот этот скромный вклад действительно ускорит строительство этой больницы, ну и естественно принесет здоровье наших детишек. И, пользуясь случаем, мы хотели бы обратиться к другим предприятиям, чтобы они поддержали нашу инициативу. И я уверен, что если мы поддержим эту акцию, то больница будет сдана в срок и, соответственно, здоровье наших детей намного станет крепче. Проект реконструкции детячей областной больницы у Гомеля продуглеживая узведение двух новых корпусов под хирургичное и неонатальное отделение. А кроме того, будет целиком реконструированный, дзеючий корпус больницы. Буддауниство плануется завершить в 2018 году. Позбавиться от старых речев и сделать добрую справу. Сегодня в центральном районе Гомеля заявился контейнер для помощи червоного крыжа. И он размещенный каля будинку районной организации по улице Тельмана, 39. Контейнер стал третьим областным центром. Еще два установлены в Чигуночном и Советском районах. Контейнер призначен для сбора одежды и обудки. Подобная форма доброченной допомоги практикуется во многих краинах света и зараз набывая популярностью в Беларуси. Это очень удобно, потому что люди, которые хотят поделиться одеждой, передать другим нуждающимся людям, они могут принести в любое удобное для них время. А, как правило, удобное время – это выходной. Поэтому в данном случае люди не привязаны к работе центральной районной организации. Протягиваем выпуск. Прокуратура Гомельской области принимает активную делу пополнения экспозиции музея криминалистики, открытым преобластным музеем военной славы. Зараз тут наличивается каля 700 экспонатов, которые рассказывают об деятельности правоохранных органов. Разом с работниками прокуратуры сторонки истории перегорнул Олег Синцерову. Были дом Грешанкова на перекрыжевании сучасных улиц Белецкого и Баумана. На початку 20-х годов минулого 100-го года тут находился отдел юстиции. Миновата с этого будинку в свой час началась история областной, а тогда еще губернской прокуратуры. Гомельская губернская прокуратура была створена решением президента ГУП Ваканкама 18 вересня 1922 года. Это был час обновления народной господарки и новой экономической политики. Часткая информация об деятельности правоохранных органов этих часов заявляется закрыта и сегодня. У УВД, не присвеченном 95-й годе областной прокуратуры, эту околичность увеличивали, али им кнулись рассказать об своей истории максимально полно. Читателям будет интересна тема, которая почему-то у нас мало этой теме уделялась. Это об уголовной ответственности немецко-фашистских захватчиков за злодеяния, совершенные на территории нашей области. Всем известны о процессе в 1946 году в городе Минске, когда несколько генералов, по вине которых были уничтожены тысячи людей, предстало перед судом военного трибунала. Есть Гомельский приговор, где также высокопоставленные чины не только СС, но и вермахта предстали перед судом. В ДК железнодорожников в 1947 году проходил процесс. Но и в этой книге мы говорим о том, что эти процессы продолжались и до новейшей истории. Суды над военными злочинцами, борьба с криминалом и нагляд за ответственностью законодавству судовых решений в основе выдания успоминной ветеранов прокуратуры и дадзины из державных архивов. Особливая увага в юбилейном выдании – работе по реабилитации особ, которые потерпели подчас сталинских репрессий. Эти дадзины ранее нигде не публиковались. Вот, например, такие цифры нигде не публиковались. Всего с 1955 года органами прокуратуры области было изучено 19 742 уголовных дела в отношении 37 755 лиц. Из них реабилитировано 26 357 человек. Музей криминалистыки при Гоменском областном музее военной славы открыт в 2010 году. Тогда прокуратура в области была серот инициатором его створения. Теперь тут принимают активный удел о пополнении экспозиции. Сегодня у музея можно увидеть новый стенд, просвеченный истории правоохранной структуры и некоторые документы, доступ до яких ранее был дозволен далеко не всем. До речи юбилейного данного у музея так само передали. А про чатоку у прокуратуры мают намер взвернуться до одеющих и былых супросовников с просьбой о предоставлении материала у особистых архивов. В каждого старого, я прошу прощения за это выражение, старого работника прокуратуры всегда что-то есть личное, интересное, которое будет не только ему сейчас интересно, а и многим другим людям, которые придут в этот музей. Прохолода с доставкой. По набережной сожи у Гомельским парку курсируют велотележки с мороженым. Дитячая гульневая пляцовка и краевиды, которые радуют в ока. Набережная сожа – улюбенное место городжан для прогулок. Велотележки делают подчинок еще больше приемным. Мороженое, особенно успекотный летний день, ласунок, о котором тяжко себе отмовить. Однако это купить его на набережной не было где. Приходилось исти в краму, и подниматься до аттракционов, а это не близко. За размороженое само едет до гомельчан. По кульпо набережной курсируют только две велотележки. Разъясное мороженое пока будет позволять нам погода. Пока будем оценивать, смотреть, как оценят это горожане. Надеемся, что им понравится наша идея. Если в дальнейшем понадобится еще, я думаю, что мы изобретем что-нибудь. Либо новое, либо добавим тот же ассортимент. И еще одна смачная падея минулых выходных. В гомеле прошел другой гастрономичный фестиваль «Городская ежа». Популярный стритфуд на пляцовце готовали повары городских ресторанов и кафе. Удельники фестивалю попробовали доказать, что перекусить на улице подчас прогулки. Та нечем у ресторане худшей и макчима наводь больше смачно. На мероприемства горожане приходили целыми семьями и не только для того, как смачно поесть. У скверы побоч с цирком працевали детячие пляцовки, гульнявые зоны и ромесный арт-маркет. Проводилися майстр-классы. Али основной темой фестивалю на гэтый раз стали танцы. Творчая студия города знайомили хамельчан с розными стилями. От сальсы до джаз-фанка. И запрошали потаншить разом. Свято протягивалось до позднего вечера. Во всем мире проводятся крупные такие праздники чуть ли не еженедельно. В любых странах, где я был, в Словении, в Англии, в Чехии, в Украине. Люди приходят, показывают то, что они умеют делать простую, понятную всем гостям еду. Это не совсем фастфуд. Сейчас фастфуд уже выходит на рестораны. Например, во многих мишленовских ресторанах шеф-повара, известные с двумя-тремя звездами мишлена, делают бургеры свои. Это уже, достаточно, таким хорошим трендом становится. И даже обычный бургер можно сделать полезным. Православные верники означают сёння Успення Просвятой Богородицы. Это одно из великих двенадцатых непроходных святов. И оно установлено в память об смерти Девы Марии. У храма Хуя-Гоу-Гонор проходят урочистые набоженствы. В народе свято Успення еще называют першей прочистой. Свято символизуя закончение жнива и наступление восенской поры. После теплых выходных и снова похолодало. Амаль-Восинская надворья принес циклон с Заходу Европы. Але ближе до выходных станет теплей. На этом тыне в регионе чекается спокойное и умеренно теплое надворья. Будет переважно без опадков. За вторку по четверту температура поветра в ночи складе 10-12 градусов выше и за нуль. В день от 15 до 18 тепла. В пятницу поветра прогреется до 22, а в суботу до 24 градусов. По попередних дадзиных дождь махчимая у неделю. И на наступном тыдне чекается понижение температуры. Гэты, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Максимом Савиным. До новых встреч у эфиры. Субтитры подогнал «Симон»!